Любители прогулок по городу на этот раз заглянули на стадион-текстильщик. Строительство этого спортивного объекта началось в 30-е годы. Правда, тогда стадион назывался иначе – «Динамо». Отправной точкой экскурсии стали парадные ворота «Центральная колоннада». Ее архитектурный облик был сформирован после войны, во второй половине 40-х годов, когда вот здесь появился ансамбль «Центральная колоннада», вот этот забор, павильон, где сейчас продают текстиль, это бывшая трамвайная остановка, и вход в парк имени Степанова. Все это сделано в стиле сталинской эпохи, это классицизм. Экскурсия состоялась незадолго до матча между командами «Текстильщик Иванова» и «Торпеда Владимир». У болельщиков этих клубов особое отношение, поэтому администрации стадиона всегда предпринимаются повышенные меры безопасности. Вот сейчас вы можете видеть интересные события. Более трехсот сотрудников правоохранительных органов сейчас проводят так называемый развод. Здание стадиона не всегда было каменным, как сейчас. В строительстве современного административного комплекса в военные годы принимали участие пленные немцы. В 30-е годы первое здание, как первый мавзолей, был деревянным. То есть здание было деревянным, строились, естественно, ненадолго. Просуществовало недолго, в годы Великой Отечественной войны обветшало. И когда закончилась Великой Отечественной война, появилась необходимость строительства нового, более современного здания. И вот сразу после окончания войны, 46-47 год, и было построено вот это здание. Особое место во время экскурсии было отведено успехом и достижением «Текстильщика». На 70-летнюю историю футбольного клуба их было немало. В первые годы советской власти в Иваново приезжали команды из Германии, Англии и Уругвая. Первый футбольный матч еще тогда на не до конца достроенном стадионе состоялся 18 сентября 1932 года. Ивановцы сыграли со сборной рабочего союза Германии и победили. Интересно, что в становлении футбола в нашем городе приняли участие известные военачальники. Николай Хлебников, известный генерал-лейтенант, известный военачальник, активно играл в футбол в 1910-е годы. И такая существовала команда в Иваново под названием «Черная». Неизвестно, с чем связано это название. То ли там рабочие играли, чумазые, то ли просто в каких-то там черных футболках они играли, или поле у них там было грязное, черное, неважно. Но точно известно, что одним из родоначальников этой команды был Николай Хлебников. И в той команде играл будущий комиссар Чапаевской дивизии Дмитрий Фурманов. Яркой страницей истории текстильщика стал 1933 год. Тогда к нам приехали сильные турецкие футболисты. Эта команда победила сборную Советского Союза, обыграла команду города Горький и выиграла у ленинградцев. Завершающий матч в Иванове все ждали с нетерпением. Наши футболисты выиграли с невероятным счетом 7-3. Еще одну знаковую победу команда держала в 1940 году, завоевав кубок РСФСР по футболу. Кубок, что интересно, был переходящий. То есть на следующий год следующему победителю мы должны были кубок отдать. Но началась война, и кубок остался у нас в Иванове. Долгое время он хранился на стадионе «Локомотив» у Сергея Павловича Гусева, легендарного ивановского футболиста, который был капитаном команды с 1940 года. Но после его смерти, после перестройки и неоднократных реконструкций стадиона «Локомотив», кубок этот пропал. Ветераны ивановского футбола несколько лет назад с привлечением журналистов рабочего края устраивали кличи, разыскать этот кубок, но разыскать его не удалось. Участники прогулок смогли осмотреть и административное здание. В разгар экскурсии приехала команда «Торпеда» из Владимира. Удалось участникам экскурсии заглянуть и в радиорубку, которая раньше предназначалась для комментаторов. Но наблюдать за игрой с высоты третьего этажа оказалось неудобно. И сейчас в радиорубке находятся люди, которые отвечают за музыкальное сопровождение матчей. Самое интересное место, куда обычному фанату не попасть – раздевалка спортсменов. Буквально за час до игры у участников экскурсии была возможность осмотреть экипировку футболистов. Интересно, что раньше спортсмены выходили на поле не через привычные ворота, а из специального подземного перехода. К сожалению, когда прошли десятилетия, стало подмывать там и фундамент и прочее, он постоянно тек, и приняли решение в конце, по-моему, 70-х годов закрыть, его завалили, и выход стал осуществляться здесь. Хотя все футболисты 70-х и 60-х годов вспоминают, что особенно когда проходила игра вечером, при свете прожекторов, при полном аншлаге в 20 тысяч зрителей, когда выходишь из вот этого темного подвала на этот свет, и болельщики «Вау!» тебя встречают. Это, конечно, заряжало духом, заряжало вот такой волей к победе. Во многом благодаря этому наша команда очень здорово в 60-е годы играла и выигрывала. Финальная точка экскурсии – осмотр футбольного поля. Мечта каждого болельщика – пробовать покрытие на ощупь. Сейчас оно искусственное. Снизу поле подогревается. От такой экскурсии ивановцы оказались в восторге. Экскурсия оказалась очень полезной, интересной, и мы все узнали много нового. Я хоть и интересуюсь футболом, тоже узнал много нового об истории стадиона, об истории команды, какие-то интересные факты. Я почти все прогулки посещала, а это мне показалось наиболее интересным, потому что этим летом я бывала на этом стадионе, и мне была интересна его история. И также дядя мой играл в этом клубе. 8 ноября состоится последняя в этом сезоне прогулка по городу. Кто еще не записался, спешите сделать это на официальной странице проекта ВКонтакте. Количество местных экскурсий весьма ограничено. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.